О стиле нашего времени Сан-Суси дает почувствовать рококо и возврат к классическому ампиру. И только наше время до недавних пор не находило единого стиля. Мы довольствовались более или менее безвкусными мелочами, сплетенными по старым образцам, занимались подражательством, изобрели ужасный стиль модерн, но никак не могли попасть в дух времени, пока, наконец, намек на него не забрежил в современной функциональности. Романтизм умер. Романтизм спокойно и безмятежно. Еще живут в мансардах поэты и утонченные оригиналы, которые мирно покуривают свои трубки, завернувшись шлавроки, поливают фуксии и ухаживают за кактусами. Все еще сохранились озаренные миром и ясностью живописные уголки во дворах и старых домах. Но все это создано прошлым. Это отзвук не настоящий. Все это уже не определяет стиля нашего времени. Наше время стало лихорадочнее и торопливее, преобладает меркантильность, правда, в часе по-прежнему 60 минут, а в минуте 60 секунд. Но время ценится несравненно выше, чем раньше. Никогда оно не было так дорого, как сегодня. Никогда жизнь не была такой дисциплинированной, как теперь. Типичная фраза для современного человека. У меня нет времени. Если раньше день был лишь звеном в цепи спокойно протекающих месяцев, то сегодня он до отказа на бить событиями, которых когда-то вхватило бы на целый месяц. Большая часть современной техники основывается на стремлении создать предпосылки для этой изнуряющей, захватывающей борьбы за существование. В основном можно выделить две группы. Во-первых, техника, облегчающая борьбу за существование. Во-вторых, техника, экономящая время. Вся транспортная промышленность и техника базируются на последней проблеме. На современную почтовому дилижансу пришла железная дорога, потом автомобиль. Если раньше требовалось определенное время, чтобы добраться из одного места в другое, а расписание поездов и класс поезда представляли собой некоторые препятствия, то с превращением автомобиля в современное транспортное средство не стало уже этого. Разумеется, невозможно при той напряженной деятельности, что царит повсеместно, воспринимать какое-то явление, дело, вообще жизнь с такой же широтой и основательностью, со всеми деталями и подробностями, как раньше. Сегодня больше, чем когда-либо, воспринимая только самое главное, только суть. На остальное нет времени. И развитие способности распознавать везде самое главное является ныне основным требованием для каждого, кто хочет продвинуться вперед. Второстепенное больше не нужно. Коротко и ясно выделяется главное, а затем на человека надвигается уже новое событие. Сжатость – самое экономное и выразительное средство, концентрация на самом важном. Вот основные моменты для стиля нашего времени. Раньше строили соборы и дворцы, сегодня магазины и фабрики. Мы живем в эпоху машин. Когда повсюду начали грохотать станки, выросли заводы, запылали доменные печи и задымили трубы, некоторые чувствительные души объявили траву по умирающей поэзии. Они были неправы. Потому что как раз это не поэтические вещи обнаружили странное обаяние. Волнующий ритм исходил от стука молотков, грохота машин, завывание моторов, откажущихся голыми фасадов фабрик – ритм нашего времени. Выразительна линия и плоскость, а не украшение мишура. Характеры в этом отношении здания построены Петером Беренцем. Выдающимся образцом нового стиля стало административное здание фирмы «Континенталь». Благородная архитектоника, большие спокойные плоскости, прорезанные окна, массивные тяжелые бронзовые фигуры у входа, роскошный, но строгий большой зал приемов. Само здание построено только в функциональных целях, но как раз поэтому идеально и чрезвычайно удобно. Большие помещения, наполненные воздухом, снабжены всеми средствами современной гигиены. Повсюду только строгие линии, ничего ненужного, никакой лепнины, никаких пышных орнаментов. И поэтому все спокойно, гармонично, целесообразно и прекрасно. Особенно заметно выражается современный стиль в автомобилестроении. От первых опытов очень быстро перешли к более простым линиям, отказавшись от всяких чрезмерных украшений. Массивные автомобили все больше и больше вытеснялись приземистыми, и те в конце концов полностью завоевали рынок. Взлетающая вверх линия обвода, протянувшаяся от радиатора через капот и заканчивающаяся вертикальная линия кузова. Подчеркнутая примизна этих очертаний, оттенена элегантно изогнутой линией переднего крыла, подножки и заднего крыла, что создает ощущение гармоничного равновесия. Длинный, вытянутый автомобиль, силуэт которого до предела функционален и элегантен. Имеет в самом крайнем случае одно украшение – сочный яркий цвет. Но образ действительно элегантного, стильного автомобиля, немыслим без черно-белых кордовых шин фирмы Континенталь, произведенных с учетом функциональности и длительности использования. Только они и придают автомобилю настоящий шик, потрясающий, как благодаря им автомобиль выигрывает внешне. Но еще большее изумление вызывает высокое качество этих шин. Автомобиль, снабженный безусловно надежными кантикордами, несется на огромной скорости по самым трудным дорогам. А водитель невозмутимо, словно отлитый из бронзы, уверенно держит руку на руле. Он одет в практичный, гармонирующий по цвету с машиной костюм. Деревья и телеграфные столбы бешено проносятся мимо. Колеса словно пожирают километры шоссе. И эта безопасная гонка, от которой, получаясь ничем не сравнимое наслаждение, заставляет радоваться жизни. В наше время уже невозможно без грузовых автомобилей. Резко подчеркнутая горизонталь дна кузова уравновешивает вертикальные передние части. Сегодня, благодаря применению массивных шин «Континенталь», «Эластик» и крупногабаритных пневматических шин «Континенталь», грузовик получил новые перспективы развития. Вершина функциональности – вибрирующая нервная взаимосвязь стали и резины. Мотоцикл. Он – воплощение стремительности нашей эпохи. Сгусток невероятной энергии. Быстросъемные мотоциклетные покрышки «Континенталь» позволяют развивать на этих породистых скаконах. Захватывающий дух скорость. Они предохраняют от скольжения и обеспечивают максимальное сцепление с грунтом. Если вы водите, нецелесообразно носить обычный костюм. Кроме того, человек в визитке с развивающимися полами, мчащийся на своем заправленном бензином коне, действительно выглядит странно. Для автомобильной езды хороша специальная одежда «Континенталь», производимая для самых разных случаев. От тончайших пылезащитных костюмов до очень плотных кожаных курток. Опьянение скоростью – это хорошо знакомое всем водителям чувство. Когда ты пригибаешься к рулю, а мир буквально летит тебе навстречу. Острее других ощущается мотоцикл. Преодоление времени – это проблема сейчас больше, чем когда-либо. Выходит на передний план, и поэтому транспорт играет ныне более важную роль, чем прежде. Автомобильная выставка, прошедшая в Берлине в этом году, дает полное представление о современном уровне развития автомобилестроения, последних достижениях и инновациях. Она показывает и ретроспективу, и перспективу. А еще она демонстрирует, что век техники и транспорта вовсе не лишен романтики, как полагают отсталые умы. Скорее, это век работы и моторов. Но в работе есть своя поэзия, а машины вполне могут быть романтичны, моторы стучат в ритме времени. И наш жестоко сколоченный век нарастающей энергии, нервного напряжения, фабричных труб, заводов, гигантских вокзалов, экспрессов, автомобилей имеет своеобразную, строгую красоту и мрачную фантастичность. Он тоже обрел собственный стиль и единые выразительные средства. Это доказывает Берлинская автомобильная выставка 1923 года.